Всем привет! Сегодня у нас на обзоре портативный ЦАП и усилитель для наушников от компании 7GOT, моделька DEW4X. Стоимость примерно 80 долларов. Это первое подобное устройство на моем канале. И сегодня мы узнаем, действительно ли этот ЦАП сможет раскрыть весь потенциал наушников. Усаживайтесь поудобней, поехали! Приходят ЦАП и усилитель вот в такой небольшой, но при этом презентабельной коробке, сзади характеристики и основные фишки этого ЦАПа. К ним мы обязательно еще вернемся по комплектации. Вот так поставляется сам ЦАП. Он небольшого размера, весит примерно 24 грамма, сделан из авиационного алюминия. Также по комплектации перехватник с Type-C на полноценный USB. Хорошего качества, также хорошего качества. Коротенький Type-C кабель, он вот такой плетеный, хорошо. Сгибается, вообще никаких претензий нет, кабель Type-C на Type-C. И самой обычной инструкции, ничего важного в ней нет. Давайте наконец-то поговорим про сам ЦАП. Выглядит он вот так, сзади логотип Hi-Res Audio, куда же без него. И характеристики. По характеристикам здесь находятся два ЦАПа КС-43198. Максимальная громкость до 130 дБ. Поддержка аудио-высокой четкости 384 кГц, 32 бит PSM и DSD-256. В ЦАПе находятся два разъема. Это 3,5 мм, он выдает 140 мВт. И разъем 4,4 мм, он выдает 300 мВт. Одновременно ими пользоваться нельзя. Есть клавиши громкости, удобно, что они разделены. В кармане легко нащупать. Есть память. Снизу Type-C разъем и клавиши Reset. Небольшой удобный ЦАП, всего 24 грамма весят. Вот так выглядит с кабелем. Кабель тоже хорошего качества. Можно также вставить переходник. И можно пользоваться на ноутбуке. Но большинство, скорее всего, будет пользоваться на телефоне. Это выглядит примерно вот так. Загорается светодиод красного или зеленого цвета. Вот так меняется. Это переключается режим высокого и низкого усиления. Также ЦАП поддерживает стандарт UAS 1.0 и 2.0. Это обеспечивает совместимость с различными устройствами. Зажимаем клавишу. Подключаемся. И вот так начинает мигать. И так мы меняем UAS 1.0 и 2.0. Вот так вот выглядит вся конструкция в сборе уже с наушниками. Я протестировал этот ЦАП с большим количеством разных наушников от разных компаний. Все они в той или иной степени раскрылись благодаря этому ЦАПу. Но лучше всего с ним раскрываются наушники. Угадайте от какой компании. Конечно же, Симгот. Это отличный дуэт. Если у вас наушники от компании Симгот, вы уже можете прямо сейчас заказывать этот ЦАП. И вы по-любому не прогадаете. К сожалению, сейчас практически нет телефонов со встроенным ЦАПом. Так что вот такое небольшое устройство становится настоящим спасением для аудиофилов. Какие-то наушники раскрываются лучше, какие-то хуже. Но все они раскрываются благодаря этому ЦАПу. Особенно хорошо он раскрывает яркие мелодичные наушники. Любители рока также найдут свое с этим ЦАПом. По низким частотам он хорошо раскрывает ЦАП-бас. И в целом бас раскрывается очень хорошо. Нет какого-то перегруза по частотам. Все сбалансировано, все чисто. Все самое главное мелодично и ярко. Да, любители поискать какие-то определенные новые нотки в композициях. Вряд ли вам этот ЦАП понравится. Но он все-таки про другое. И с этим другим он справляется на отлично. Я тратил большое количество времени на тестирование этого ЦАПа. И даже со временем он не начинает шуметь. Вы можете слушать музыку несколько часов. И никакого дискомфорта это не будет вызывать. Это очень здорово. Хороший ЦАП за свои деньги. Все, что заявлено, работает. Он действительно раскрывает. Если не весь, то большинство потенциала, большинство наушников. Нет ни от них наушников, которые мне не понравились в звучании с этим ЦАПом. Так что все здесь здорово. Можно подключаться к компьютеру. Есть переходник сразу. Только нужно скачать драйвера. Или к телефону. Все хорошо работает. Вот такой обзор на ЦАП от компании 7GOT у нас сегодня был. Напишите ваше мнение внизу в комментариях. Возможно вы уже тоже успели протестировать от ЦАП. Как вообще относитесь к ЦАПам от данной компании. В дальнейшем я также хочу рассмотреть другие ЦАПы от других компаний. Подороже, подешевле. Сравнить с этим ЦАПом у меня, к сожалению, опыт. Небольшой в этом плане. Будем наверстывать. Будем рассматривать другие модели. Именно эта модель. Мне понравилась ее. Я ставлю себе как основную. Будем тестировать не только на плеере. Ну и теперь и с ЦАПом тоже. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет только интересней. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok